2 стакана по полстакана насыпаю перловую крупу и фасоль заливаю это все водой комнатной температуры в кастрюлю наливаем пол литра воды насыпаем чайную ложку семян укропа и ставим на огонь после того как вода закипела я дала ей пять минут покипеть и сейчас процеживаю в другую кастрюлю которой буду варить кашу очень приятный укропный аромат на утро овсяная крупа и фасоль увеличились в размере течение ночи воду сцеживаем и отправляю варить в кастрюлю которой был укроп варился после закипания нужно убрать вот эту вот пенку ставим на очень недлинный огонь у меня толстосеная кастрюля и даем кипеть закрывая крышкой на слабом таком огне можно это делать мультиварке можно даже поставить духовку или печь кого есть одну среднюю луковицу нарезаем мелким кубиком жарю на оливковом масле лук можно добавить томаты и красный молотый перец но для себя этого делать не буду лук не пережариваем получился золотистый цвет и достаточно за две минуты до готовности каши надо добавить пару листочков лавровых высыпаю лук в кашу мелко порезанный чеснок все это хорошо перемешиваем можно укутать полотенцем или поставить минут на 10 духовку варилась каша 35 минут 35 минут да и так получилось очень вкусная духмяная каша которая по калорийности не уступает даже мясным блюдам но самое главное как пишется вот в лечебнике в одном одном из них одной из книг у меня в журнале что эта каша лечебная и надеюсь что все знают что перловую крупу изготавливают из ячменя а слизь из отвара ячменный круп успокаивает болезненную раздражимость слизистых оболочек внутренних органов обладает общеукрепляющим средством эта каша помогает при золотухе гастрите почечных заболеваниях и печень омолаживает при панкреатите уменьшается диастаза фасоль же имеет свойство мочегонное хорошо действует при воспалениях почек не повредит также эта каша и при диабете так что готовьте друзья это не хитрое блюдо которые так любили наши предки и они были правы будьте здоровы до следующих видео ерунда 1 2 2 2 2 4